Волгоградская область Вместо исследований занимались браконьерством. В Волгоградской области задержали 11 местных жителей, которые незаконно рыбачили в Цемлянском водохранилище. Организатором группировки, по данным МВД, оказался сотрудник научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства. Кто старше вас? Я. Кто старше? Я. Злоумышленники использовали разрешение на добычу водных биологических ресурсов для научных целей. Осуществляли лов рыбы в акватории. Круглогодично запрещенные для вылова, после чего продавали ее оптовыми партиями. При этом они вносили в акты заведомо ложные данные о периодах и объемах улова. У браконьеров изъяли полторы тонны рыбы, в том числе краснокнижные виды. Преступники выходили на свой промысел на шести лодках. Они даже не пытались создать видимость научной работы. В научном плане утверждается тот объем, то количество лового рыбы, которое необходимо для изучения. По факту, естественно, он отличается. То есть он вылавливается гораздо больше. То количество рыбы, которое было выливано, выливано в научных целях, оно подлежит возврату. Его нужно вернуть в свои воды. Этого не осуществлено. Поэтому это вызвало подозрения. По словам экспертов, такая мошенническая схема это испытанный способ подзаработать для нечистых на руку сотрудников научных организаций. Дальневосток, Баренцево море, Каспий. В низовьях Волги промышленный вылов осетров запрещен с 2002 года. Вы можете без труда обнаружить и на рынках Астрахани, и на рынках Волгограда, и на рынках Москвы черную икру осетров, выловленных именно там. А это, безусловно, происходит именно с присодействием, с помощью этих научных сотрудников. Потому что иным способом это сделать невозможно. В Волгоградском отделении НИИ озерного и рыбного хозяйства все отрицают. Говорят, что их коллега ни при чем. Сотрудник находился на работе. В это время? Да. Но наблюдатели предполагают, что научный сотрудник не просто причастен к незаконной рыбалке. Он часто сам забрасывал невод. Никто, конечно, документы не отдает, а все работают под вот эти, что называется, документы. То есть вот обратились там к нему некие люди, некие браконьеры. Вот говорят, что надо там, не знаю, полторы, две, пять тонн выловить. Вот он вместе с ними, так сказать, ловит. А отдать документы, это значит, к тебе уже больше никто никогда не придет. Справиться с таким научным браконьерством сложно и некому. В России дефицит инспекторов. Около трех тысяч человек на два с половиной миллиона водоемов. Задержанные в Цемлянском водохранилище находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до шести лет лишения свободы. Екатерина Миронова, Алена Ваеводенко, Гуара Пагасян, Вести.